Контроль и профилактика в работе с лицами, находящимися в группе риска. Это прежде всего люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Основная повестка и задача Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений, которую регулярно проводят в администрации. В Щелкове на профилактическом учете сейчас состоят ранее судимых 185 человек, сообщил заместитель главы администрации городского округа по территориальной безопасности Виктор Семин. Данная работа у нас ведется на постоянной основе. Мы плотно сотрудничаем с УФСИНами, с теми исправительными колониями, которые сообщают нам о том, что лица, освобождаемые в скором времени, будут направляться по месту проживания. За отчетный период 2020 года в администрацию городского округа поступило и рассмотрено 42 обращения из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказания о предстоящем освобождении лиц из мест лишения свободы, рассказал заместитель начальника отдела территориальной безопасности Андрей Пеняев. Совместно с органами и администрациями по всем запросам проведены проверочные мероприятия, направленные на восстановление возможности проживания граждан, возвращающих из мест лишения свободы по указанным запросам адреса. В случае подтверждения возможности проживания по указанным адресам, информация направляется в справительное учреждение с указанием необходимости обращения по возвращению гражданина в комиссию по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Щелка для проведения профилактической беседы. На заседании комиссии завеститель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального управления ВД России Щелковская Александр Тетеркин сообщил, что за отчетный период в отношении ранее судимых было проведено 3785 проверок и выявлено 331 нарушение. По данным всем нарушениям указаны лица правительства административной ответственности по статье 19.24 Кодекса административных правонарушений и в зависимости от частей указанной статьи, либо применены санкции в виде штрафа, либо обязательная работа, в том числе и административный арест. До членов комиссии также была доведена информация о работе с ранее судимыми лицами со стороны органов социального обслуживания, а также Центра занятости населения и Щелковского наркологического диспансера. Еще одна тема заседания – правонарушения несовершеннолетних, совершаемые на транспорте. Речь о так называемых зацеперах – подростках, которые цепляются за различные поручные, лестницы, подножки и другие элементы. Они могут ехать на крыше на открытых переходных и тормозных площадках с боковых и торцевых сторон вагонов. Старший инспектор линейного управления МВД России Ксения Морозова сообщила, что сотрудники полиции совместно с администрацией, надзорными органами и представителями акционерного общества РЖД выявляют проблемные участки железнодорожного сообщения. На регулярной основе проводятся рейды по выявлению зацеперов. В докладе также было отмечено, что данная работа дает ощутимые результаты. В этом году у нас зарегистрирован только один факт несмертельного травмирования. Грулев у нас был такой, да, подросточек, который решил прокатиться на крыше вагона. Благо, это действительно несмертельное травмирование, выжил подросток. Более на территории городского округа Шелкова травматизма у нас не допущено. Также члены комиссии решили дополнительно провести профилактические беседы с родителями в школах для предотвращения травматизма на железнодорожном транспорте. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.